Добрый день, уважаемые пациенты, сегодня мы с вами разберем случай прыщей на туловище у спортсмена. К нам обратился молодой человек, у которого на туловище, в основном на спине, на груди были многочисленные угри или акне, носили популезный характер, узелочки красные, пустулы или гненички, покраснение, жжение, небольшой зуд в области высыпаний и единичные узелочки. Он обращался в КВД по месту жительства, ему назначали препараты азолаиновой кислоты или скинорен наружно, препараты витамина А аналогов, ретиноидов по типу адопалена и так далее, однако особого эффекта не было. При опросе пациента выяснилось, что он занимается активно спортом и в том числе качается, это видно по его фигуре, занимаясь бодибилдингом, используя параллельно инъекционные препараты тестостерона. В данном случае заболевание угрями или акне связано конкретно с приемом анаболических стероидов и, соответственно, в ряде случаев гонадотропина. Гонадотропина – это те препараты, которые способствуют выделению собственного тестостерона, то есть тоже механизм действия в принципе лежит через тестостерон при занятиях конкретно бодибилдинга с целью наращивания мышечной массы. В данном случае, в общем-то, подобные акне, почему и не подвергаются разрешению с помощью наружной терапии, потому что они являются причиной гиперандрогении или повышения уровня мужских половых гормонов, которая приводит к гиперпродукции кожного сала, к гипертрофии сальных желез. Клиническая картина как раз представлена в основном туловище высыпаниями, которые являются как раз популезной, популупостулезной угри и, соответственно, в общем-то, также узлы. В нашем случае узлов практически не наблюдалось. Также в ряде случаев такие высыпания могут провоцироваться глюкокортикостероидными гормонами, которые используются при различных аллергических заболеваниях. Поэтому не только тестостерон. Поэтому пациентов нужно внимательно опрашивать, что же он сейчас применяет. В ряде случаев тестостерон входит в различные типы спортивного питания, биодобавок и так далее. Поэтому все это нужно узнавать у пациента, а при каких-то сомнениях делать кровь на уровень, так сказать, мужских половых гормонов и в случае его повышения тем более пристально разбирать, что конкретно принимает пациент в качестве препаратов или помощи для таких занятий спортом. Что мы сделали? Ну, первое, мы отменили все подобные препараты, естественно, и что сделали? Мы провели два сеанса фото-динамической терапии. Мы специальный аппарат уже достаточно давно приобрели для облучения уже широких областей кожи. Мы наносим на спину, непосредственно в данном случае на грудь фотосенсибилизатор радохлорин, да, который впитывается и после этого мы под пленкой его наносим, чтобы он был глубже, глубже впитывался и соответственно облучаем специальным фото-динамическим лазером. Что это делается? Это одновременно и оказывает противовоспалительное действие, это одновременно оказывает и бактерицидное действие, что лазер убивает бактерии, грибы, которые находятся на поверхности кожных покровов. Плюс к этому, соответственно, он выводит те пробки, которые закупоривают сально-волосяные фолликулы, регулируя метод, ну, такой программированной клеточной гибели апоптоза. Соответственно, данных двух сеансов хватило полностью на разрешение высыпаний. Естественно, что одну из ведущих ролей здесь сыграла отмена тех препаратов, которые вызывали данные акне, а именно препаратов тестостерона. При необходимости диагностики и лечения различных заболеваний кожи вы можете обратиться к дерматологам нашего медицинского центра Платно КВД в Москве. У нас принимают грамотные специалисты, которые занимаются диагностикой и лечением заболеваний кожи. Ждем вас в наших клиниках, также подписывайтесь на наш канал на YouTube и на наш канал Instagram. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok